Я автор двух книг, которые вы видите здесь. И давайте с вами познакомимся и начнем вместе думать. Наш регламент сегодня таков. Час, час пятнадцать продлится презентация. Я вам поставлю две книги. Одна называется «Вродский судьбе трех женщин», вторая продолжение называется «Одиссея Котобродского». И потом мы сделаем общую фотографию. Все вместе. Алиса со своим представителем. Здесь автор, все вместе зрители. И на фоне этих двух обложек. Это в конце. Значит, ну начнем, пожалуй. Давайте я вам представлю героев книги. Лиза, переключаем. Значит, героями первой книги является Иосиф Убродский, поэт и нобелевский лауреат по литературе. Второй героиней является Валентина Павловина. Она профессор университета в Англии, почетный профессор. И она является ведущим исследователем творчества Убродского. Следующей героиней является Анелиза Алева. Она итальянская лауреатесса, переводчица. Следующими героями являющимися вы, зрители. Вот вы видите здесь рисунок с авт-образом Убродского. И он подписан, и он нарисовал этих зрителей во время выучения Бухопремии. Вот здесь код Миссисиппи, которого так же назвал Бродский. И это тоже оригинальный рисунок Бродского. И мы с вами сейчас разыграем небольшую сценку под названием «Что, где, когда». Бродский назвал своего кота Миссисиппи. Кто скажет, почему, тот получит от меня бесплатно эту книгу с дарственной надписью. Время пошло. Помните, как по телевидению? «Что, где, когда». Мама не подсказывает дочке. Дочка думает сама. Если мама знает, может тоже так думать. Александр, ну что? Так, никто не знает, да? Работники дома, квартир Бродского... Они не участвуют. Они не участвуют, что ли? Они слишком чересчур раз удивлены. Ну что, ребят, не... Как говорит этот... Кот был такой же длины. А? Кот был такой же длины. Кот был такой же длины, версия, да? А вы как думаете? Такой же длины, как то. Река. 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 Река, вы что, река Миссисиппи. В общем, он так назвал кота, потому что в слове Миссисиппи столько же букв S, как в стране, в которой он родился. Это правильный ответ, как говорят по телевидению. Итак, знатоки у нас немножко аж пролетели. Итак, следующей героиней является Эвелина Шац. Это ведущая итальянского телевидения, она не героиня. И Михаил Барышников, друг Бродского, в Нью-Йорке, и знаменитый танцовщик и тревогов. Заходите, садитесь у нас в место. Вот, следующий слайд. Ну, а это вот кот Миссисиппи. Кто скажет, почему он так называет? Вообще, Бродский был прекрасным рисовальщиком. Видите, как хорошо нарисован. Мы в конце презентации, все выйдут сюда, и вы нас сфотографируете на фоне двух обложек этой книги. Понятно? Спасибо. Значит, это обложка второй книги, и главный герой этой книги уже является кот Миссисиппи, о котором вы так хорошо все знаете. Едем дальше. Да, стоп. Немножко назад. Обратите внимание, что это не просто кот, а кот читающий книги. Вот, вот, видите, под лампой. И там что-то написано. А что там написано? Кто скажет? Второй вопрос. Писано. Да. Опять мы такие не знают, что там написано. Понимаете? И я вам скажу, что там написано. То есть, это ученый кот Бродского. Вот у Пушкина был, помните? И днем, и ночью кот ученый. А тут вот ученый кот Бродского. Мы заедем дальше. Идея двух книг. В чем, в общем, идея первой книги? Была в том, чтобы взглянуть на поэзию и на личность теоретического Бродского с четырех разных точек зрения. С точки зрения спектакля Бродский-Барышников, который поставил Херманса, в главной роли Барышников, и с точки зрения трех героинь книги. А идея второй книги заключалась в том, чтобы пройтись по следам героинь книги, где они живут. Например, Анелиза Олева живет в Риме, а Лухина живет в Лондоне, Ювелина Шац живет в Милане. А спектакль Бродский-Барышников был показан по всему миру Барышникову. И вот идея заключалась в том, чтобы пройти по их следам вместе с котом Миссисиби и написать вторую книгу. Вот так я и сделал. И Одиссея, автор Баварин, Лондон, Милан, Калиабиб, Санкт-Петербург, Иерусалим. Кстати, мы делаем второй раз в Санкт-Петербурге, потому что первый раз было два года назад в музее-квартире Иосифа Бродского. Березан, следующий слайд.